А сегодня я продолжаю тот цикл проповедей, который мы с вами начали в прошлое воскресенье. Большие уроки от самых маленьких. И если в прошлый раз мы с вами говорили про жучка, который всегда стремился найти дорожку светлую, то сегодня мы поговорим о других маленьких животных, поговорим с вами об утятах. Итак, внимание на экран. Утята любят купаться. Уже много дней подряд приходили они сюда и хорошо запомнили. Ванночка, вода, удовольствие. Тоже условный рефлекс. Правда, не обошлось без пришествий. Ну, вот однажды они пришли, но ванночка оказалась пуста. И все же собрались на дне и купаются в несуществующей воде. Сработал условный рефлекс. На следующий день все повторилось. Жизнь заставляет животных запоминать повторяющиеся ситуации. Когда через несколько дней мы снова наполнили ванночку. Утята, наученные горьким опытом, не поверили своим глазам и в воду не пошли. Новая привычка взяла вверх. Ну, вот такой небольшой отрывок из научно-популярного еще советского фильма о животном мире. И я думаю, что самое уместное после вот этого небольшого видео о купающихся утятах открыть вместе с вами Евангелие от Иоанна, пятую главу, где тоже говорится о купальне Вефезда. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, пятая глава, и прочитаем вместе со второго стиха. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Вот эта знаменитая история, которая произошла в купальне Вефезда. Вефезда в переводе означает «дом милосердия», или еще значение этого слова «дом сострадания». И вот посмотрите, эта Вефезда была известна как место исцеления. То есть там совершались исцеления. И тут я хочу сразу сделать несколько заметок. Самое первое хочу отметить, наверное, вот как раз я когда готовился к этой проповеди, у меня и родилась тема для четвергов разобрать с вами такие основные поздние вставки в текст Нового Завета. Потому что одна из таких более поздних вставок находится как раз в том тексте, что мы прочитали. Вот в третьем стихе, начиная вот, здесь говорится, «в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших». Точка. И вот то, что написано дальше, в древних рукописях отсутствует. «Ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. Кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Вот этого не было. То есть текст был в древних рукописях такой, «в них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших». И дальше пятый стих. Тут был человек, находившийся в болезни, 38 лет. То есть смотрите, в действительности, я помню, когда изучал Библию, для меня всегда было странно, как это иудеи со своим писанием, со своим законом могли верить в такое, ну, скажем так, чистейшей воды язычества, что какой-то ангел сходит, возмущает воду, кто первый успевает, тот чемпион, получает исцеление, остальные продолжают ждать. Меня всегда это удивляло, я это не совсем как бы понимал, как правоверные иудеи могли верить в такие вещи. Пока однажды, потом я не узнал, что в древних рукописях этого нет. И в драгоценной, в действительности, языческое сознание всегда пытается найти какой-то предмет для уверования. Мы же верим с вами в Господа, который есть творец всего видимого и невидимого, которому мы можем приходить в нашем сердце, потому что своими физическими глазами, сказано в той же Библии, Бога не видел никто никогда. Никто никогда. И вот часто представить себе такого Бога, вы знаете, я вам скажу честно, вот я очень часто, когда молюсь, когда читаю Библию, я размышляю о величии Господа. У меня в последнее время это происходит постоянно. Я думаю о величии Господа. Я думаю, Бог безграничный. И вот разум, он может произнести, как бы сформулировать такие мысли, безграничный Бог. Но когда я пытаюсь представить себе безграничного Бога, разум начинает трепетать, и в конце концов он бессилен, потому что как ограниченный разум может представить себе безграничного Господа? Когда я думаю о вечном Боге, о Боге, который не имеет начала и не имеет конца, то я, имеющий однажды начало, опять остаюсь в недоумении в этом. Когда я пытаюсь представить себе вездесущего Бога, Бога, который находится на всяком месте. То есть если бы, например, Господь пришел на это собрание, но не было бы ни одного пустого сиденья, все бы занял Господь. Он вездесущий. Но у нас не так. Мы можем занять только одно место. Некоторые могут два. Максимально. Все. И когда ты начинаешь думать о великом безграничном Господе, опять твой разум начинает трепетать. И вы знаете, вот такие размышления о Боге, может быть, кто-то скажет, пастор, зачем об этом думать? Да потому что мы призваны размышлять о горнем, а не о земном. И когда начинаешь размышлять о горнем, ты вдруг начинаешь понимать, что твой разум охватить это не может. Поэтому не случайно Дионисий Ариапагит называл Бог во мраке, потому что он такой, что наш разум понять его не может. И вот для нас он словно остается в каком-то невидимом мире, во мраке. И случайно мы можем у него только верить. Потому что в тот момент, когда вдруг твой разум понимает, что ничего он охватить не может, ничего он понять не может, ничего он осознать не может, вот тогда ты словно выходишь за сферу твоего разума. Именно это я называю верой, именно осознанием нашего духа. Когда ты понимаешь, да, осознать Господа я не могу, понять Господа я не могу, но я могу соприкоснуться с Ним, слиться с Ним, наполниться с Ним и пережить это единение с Ним. Эти на самом деле удивительные моменты. Но гордый человеческий, языческий разум, он не хочет себе такого Бога представлять. Как его представить? Потому что язычник, он не на Бога уповает, он на творение уповает, не на Творца. И он себе придумывает разные вещи, какие-то вещи, какие-то особые святые предметы, святые одеяния, святую воду, святых каких-то особых вот там вещества какие-нибудь там святые, особенные, там коснешься их, там что-то произойдет. И это очень популярно, и, к сожалению, это точно так же проникло в христианство. Вот там что-то, кто-то, где-то, и сегодня большое количество церквей, они там, у них святая вода какая-то, в бутылечках, а вот там попей, а вот оно там это все. Вы знаете, еще в 80-е годы было массовое разоблачение проповедников в Америке, которые как раз вот всякие святые водички продавали там святые, промоленные, намоленные там со святых земель. И у нас в протестантизме сегодня немало таких христиан, вот это со святой земли я привез, это у меня с Иерусалима, прямо вот я привез вот это масло специальное, вот это оливковое масло, особенное, освященное. И ты знаешь, и у тебя как, о, освященное масло, особенное, особенное масло. Вот действительно все драгоценные, это языческое сознание, потому что Новый Завет призывает нас уповать на Бога, которого ты понять, осознать, представить себе никогда не можешь и не сможешь. И туп, поэтому нам необходима вера, потому что если бы мы могли понять, зачем нам верить, мы бы знали. Но когда ты ничего не знаешь, когда ты стоишь в недоумении перед небесами, тебе остается только одно, уповать, верить, когда ты не знаешь и когда ты не понимаешь. У нас, я помню, в свое время тоже в церкви было такое, когда, ну, я думаю, старожилы, вы помните, когда мы, каждое собрание практически, когда молились за нужды людей, приносили, помните, платочки, шарфики разные приносили там, и мы здесь на сцене было специально даже поднос, собирали их, и потом молились, чтобы эти платочки возлагали там на больных, помните, да, у нас это было, да? Вот. И потом однажды, я помню, пришел на собрание как-то, вот, и смотрю, тут как раз молитва за нужды, и этот поднос, и там прямо аж гора одежды, там не только уже платочки, какие-то шарфики, и брюки лежат, и кофты лежат, какие-то пальто лежат, то есть люди хотят, вот, помолился, потом одел это пальто, и вот, человек там исцелился, или еще какое-то, и часто ссылаются, ну, как вот мы ссылались на место из деяния апостолов, когда, помните, опоясание с тела апостола Павла, там они приносили исцеление, но только ценно, и все дело в том, что Библия нам показывает, что Бог может совершать свои чудеса через самые невероятные вещи, то есть Библия желает наше внимание приковать не к самим вещам, а к тому, что для Бога часто совершенно невероятные пути есть, и Бог действует часто так, как ты даже не ожидаешь, но мы должны не пытаться копировать пути, а мы должны продолжать уповать на Него, потому что Бог творит все новое, и у Него все время новые пути, и если это было, да, слава Богу, было, но не означает, что мы теперь должны все время собирать эти платочки и молиться за них, есть разные пути, мы видим, что Иисус, помните, иногда как исцелял, Он плевал, делал брение и помазывал глаза, как-то вот до этого служения мы еще не додумались, да, молитва и исцеление, все поворачиваемся друг к другу и плюем друг другу, друг другу в глаза, помолившись, ну, как-то вот до такого не дошли, но мы не должны до этого доходить, это просто показывает, что Бог может действовать совершенно невероятным способом, поэтому не пытайся, говорю, копировать, а вот там что-то, там кто-то делает и так работает, уповай на Господа, правда же, уповай на Бога, и ожидай, что Бог тебя коснется не так уж важно как, а главное, что это Он, великий и всемогущий Господь, не впадай в язычество, как сегодня огромное количество христиан впадают в язычество, верят в святые предметы, в святую воду, в святых проповедников особых, вот коснусь его края одежды, как эта женщина коснулась края одежды Иисуса Христа, Иисуса касайся, вот о чем учат эта история, а не ищи вот этих святых вещей, иначе ты просто запутаешься и будешь обычным язычником. Дальше, смотрите, говорится, что вокруг этой купальни было пять крытых ходов, я думаю, те из вас, кто когда-либо совершал поездку в Израиль и был в Иерусалиме, наверняка вы были на том месте, это рядом как раз с церковью Святой Анны, где раньше были вот эти овечьи ворота, это такая католическая церковь с удивительнейшей акустикой, вот, я думаю, когда вот заходишь туда и поешь, там такой звук, что даже человек с голосом, как я, может просто так петь, как поворотель Доминго, вот. И вот там рядом как раз и были раскопки этой купальни, и во время раскопок действительно нашли вот эти пять крытых колоннад, что в нашем синодальном переводе говорится вот ходов, да, вот эти были пять крытых колоннад, такие помещения, которые могли вместить довольно большое количество воды, и многие исследователи Библии, да, читая это место, они вот как раз видят пять этих крытых ходов, как некое пятикнижие Моисеева, да, как некое сопоставление закона Божьего, да, закона Моисея, который был когда-то дан, и благодати во Христе Иисусе. Не случайно, даже когда это исцеление произошло, то фарисеи, книжники тут же стали обвинять исцеленного в том, что была нарушена суббота, вот суббота была нарушена, и он не имел права там не исцеляться, не постель свою брать, не ходить с этой постелью, потому что уже какая-то, какая-то работа. Не случайно Иисус однажды сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. Это не означает, что Господь поставил как бы в центр всего человека, все для человека, что человеку хорошо, то как бы и хорошо. Нет, это говорит о том, что во всех вот даже заповедях был дан определенный смысл, но потом проходит время, и, как сказано в Евангелии, вот пришел господин субботы. То есть драгоценная жизнь устроена так, что происходят постоянные изменения. И если изменение происходит, а мы продолжаем мыслить по-старому, то мы как бы сегодня остаемся в прошлом. Движение продолжается, а мы где-то застреваем, застреваем в прошлом. То есть вы посмотрите, вот было такое, там спускались в воду, кто-то получал исцеление, кто-то не получал исцеление, там собирались люди, ну хоть какая-то надежда была. И вдруг заходят в Ефезду Сын Божий. Но мы видим с вами, что все настолько были сосредоточены на этой воде, что на вошедшего Христа никто не обратил особого внимания. Хотя, по сути, Иисус мог исцелить, как Он это делал в других местах, каждого человека там от любой болезни. Но люди не обращали внимания на Иисуса, потому что они были сконцентрированы на воде. Время поменялось. Уже не нужно было жить вчерашними там вещами, что там где-то когда-то происходило. Сегодня Сын Божий здесь, но люди так сконцентрированы на вчерашних вещах, что в конце концов они упускают вот это настоящее. Вот очень интересно, знаете, у меня мама была офтальмологом, глазным врачом. Я помню, она рассказывала, что если в глаз закапывают атропин, вещество, которое как бы останавливает глаз, останавливает зрачок, то глаз перестает на какое-то время, вот на действие этого атропина, перестает видеть. Очень интересно. Все, что делает атропин, не лишает глаз зрения, он просто останавливает зрачок. Остановившийся зрачок перестает видеть, становится слепым. Только когда действие атропина проходит, тогда снова начинается движение. То есть, чтобы видеть, наш зрачок должен находиться в постоянном движении. То есть, он словно постоянно сканирует то, на что он обращен. И благодаря этому постоянному движению приходит видение. Остановка же приводит, наоборот, к слепоте. Вы знаете, вот эта картина, она очень ярко показывает вообще нашу духовную жизнь. Всякая остановка в своем движении, в своем развитии, она приводит к слепоте. Мы часто обмануты тем, что, знаете, как говорят ученые, что наше тело до определенного момента развивается, растет там, усиливается, совершенствуется. Но после определенного момента наше тело уже начинает стареть, дряхлеть, и как бы вот пик пройден, и все становится опять не очень-то хорошо. И мы почему-то часто думаем, что в духовной жизни так же. Но апостол четко показал, что духовная жизнь и наш духовный внутренний человек отличаются. Поэтому Павел и говорит, если внешний наш человек тлеет, с определенного момента он начинает тлеть, начинает стареть, то внутренний со дня на день обновляется. То есть внутри у нас должно постоянно происходить движение вперед. Должно постоянно происходить некое развитие, некое движение. То есть мы должны с вами развиваться. Иначе мы упустим то, что Господь делает сегодня. Какое большое количество церквей сегодня остались где-то в прошлом. Вот там прошлые традиции, вот там эти прошлые деяния. И я говорю сейчас и про протестантские там старинные церкви, где вот все когда-то было и там все вспоминают. Там Лютера, Кальвина или еще кого-то. Слава Богу за величайших богословов прошлого. Но не нужно жить шестнадцатым веком, там семнадцатым веком. Не нужно жить вот этими знаменитыми пробуждениями восемнадцатого, девятнадцатого века. Потому что сегодня это уже не работает. Это как вот Нихуштан, который, помните, в свое время был сделан медный змей для израильского народа. И всякий, кто посмотрит на Нихуштана, переживает исцеление. Но прошло время, и люди стали уже не на Бога уповать, да? Иудеи стали уповать на этого медного змея. Назвали его Нихуштан. И то, что когда-то им приносило благословение, исцеление, теперь стало, наоборот, приносить проклятие. И суд пришел на народ Божий. И вместо исцеления люди начали гибнуть. Вот драгоценно точно так же и в движении церкви, в жизни церкви. Когда мы на каком-то этапе останавливаемся, да? Наш внутренний человек останавливается. Мы начинаем с вами слепнуть. И вместо того, чтобы двигаться дальше, идти дальше, мы, а вот, а вот, вот, вот я вот в этом, мне это вот нравится. Даже уже в наших церквах люди, которые там с 90-х годов веруют в Господа, приняли Христа, стали ходить в евангельские церкви. Уже там где-то в 90-е годы, в 90-х годах так остались, застряли, вспоминают вот те времена и слепы к тому, что делают сегодня. Потому что я вам скажу, что это, конечно, огромное благословение было 90-е годы, но я хочу жить сегодня. Мне нравится это время. То, что сегодня я переживаю в Господа, я вам честно скажу, ни в какое сравнение не идет с тем, что я когда-то переживал в 90-е годы. Я рад. И единственное, что я смотрю вперед, как говорит апостол Павел, забывая заднее, простираюсь вперед, потому что я верю, что Бог будет что-то еще делать. Он идет новыми путями, поэтому важно быть открытым. Важно не зацикливаться. А вот тут кто-то получал исцеление вот у этой воды, и мы так сидим и смотрим. Тут Иисус зашел. Ты там все еще смотришь на эту воду там. Возмутилась эта вода, не возмутилась. Сын Божий сам здесь, а никому нет до него дела. Так что Иисус как бы одного человека только исцелил. И то, приковав его внимание довольно странным вопросом. Хочешь ли быть здоров? Ну, странно, да? Хочешь ли быть здоров? Кто из больных не хочет быть здоровым? Все равно, что там прийти к человеку, который много-много дней не ел, и спросить, хочешь ли есть? Конечно, хочу. Конечно, хочу. И хотя этот человек болел многие-многие годы, около 40 лет практически он был в болезни, но он получил тут же исцеление. Когда свои глаза вместо воды возвел к Иисусу Христу, к Сыну Божьему. Поэтому, драгоценное, вот то еще, чему учит нас вот эта история, не оставаться, не оставаться на одном месте, потому что благословение вчерашнее сегодня уже не благословение. Из вчерашнего благословения можно какие-то уроки извлечь, конечно же, можно какие-то выводы сделать, да, но насколько ты будешь благословлен, зависит от того, видишь ли ты сегодняшний день, движешься ли ты сегодня. И один из главных, наверное, препятствий, одно из главных препятствий, которые мешают нам двигаться или развиваться, это шаблоны. Я вот попрошу, можно доску занести на сцену? Я думаю, что не один я такой, кто в свое время увлекался в детстве книгами, там, занимательная математика, где было много разных интересных задач, интересных вопросов, вот. И я помню, что как-то был такой вопрос про девять точек. Вот смотрите, как-то с детства запомнил, девять точек было нарисовано. И вопрос был такой, соедините все точки четырьмя линиями. Я помню, я сидел там, пытался, всегда выходило пять. Я, ну, наверное, около часа сидел, пытаясь всякими вариантами это сделать, но не получалось. И, честно скажу, в то время мне помог папа, он просто-напросто взял первая линия, вторая линия, а нет, он взял так вот. Надо вспомнить, что с детства много времени прошло. Первая линия, вторая линия, третья линия и четвертая линия. Вот так вот. Вот так все девять точек четырьмя линиями. Первая, вторая, третья и четвертая. Я, когда увидел, как папа лихо соединил все эти точки четырьмя линиями, был, конечно же, удивлен, потому что, когда я пытался эти точки соединить линиями, я думал, только в рамках вот этого квадрата, ограниченного этими девяти точками. А оказалось, решение было в том, что нужно было выйти за границы этого квадрата. Ведь в условиях не было, что нельзя выходить за границы. Можно было выходить за эти границы. Но вы знаете, мы настолько с вами привыкаем мыслить шаблонно, что мы не рассматриваем варианты и вот эти вот возможности соединить эти девять точек четырьмя, спасибо, можно унести, да, четырьмя линиями, оно как-то не вписывается в наш шаблон. И поэтому, когда мы видим вот это решение, думаешь, так все было просто? Весь секрет было выйти за границы? Если мы с вами посмотрим в историю, да, то люди, которые, много совершали, которые становились историческими деятелями, это часто были, ну, не самые умные люди, но это часто были люди, которые мыслили вне границ. Например, знаменитая история про Александра Македонского, которому показали, да, узел, этот легендарный Гордиев узел, и была легенда, что кто развяжет этот узел, станет владеть всем миром. И люди пытались развязывать, и ничего у них не получалось. когда Александру Македонскому показали этот узел и рассказали, что развязавший этот узел будет владеть всем миром, он, недолго думая, выхватил меч и разрубил этот узел и развязал его, разрубив. А оказывается, так тоже можно было. И поймите, вот это мышление, я не знаю, насколько правдива эта легенда, но то, что Александр реально имел вот это мышление, выходящее за границу, было показано во всей его жизни. В то время считалось, что никто в нормальном уме не будет воевать с Персией, потому что Персия непобедима. Но Александр начал эту войну и победил Персия. Точно так же я помню, когда в свое время, когда писал книгу Колумбы «Берега мечты», я изучал много всяких интересных фактов из жизни Христофора Колумба и один, наверное, тоже из таких легендарных случаев в его жизни, это уже после того, как была открыта Америка, то друзья сидели и говорили, ну, в принципе, ты, конечно, молодец, Колумб, ну, что такого ты сделал, в принципе, это все могли сделать, нужно было просто плыть на запад, на запад, на запад и до плывешь. Тогда Александр Македонский по этой легенде он взял яйцо, знаменитая история Колумбова яйцо и сказал, а кто из вас может вот так вот поставить яйцо, чтобы оно вот так вот стояло вертикально? И все пытались, но не получилось, там пытались какие-то вот шероховатости стола использовать, но яйцо все равно падало. И тогда Македонский взял это яйцо, чуть-чуть стукнуло вот так, чтобы кончик отвалился и яйцо спокойненько встало. Все развели руками и говорят, а то, что так можно было, что ли? Македонский, на что Колумб ему сказал, а почему нет? Можно было так сделать? То есть это тоже каким-то образом разрывало шаблоны. На самом деле, то, что сделал Колумб, ну что он сделал, что-то великое. Он что, был чемпион по гребле, что ли? Да нет. Что он за самое короткое время доплыл до Америки? Да нет. Это просто человек, который мыслил вне шаблонов, вне каких-то вот этих шаблонов. И, к сожалению, вот сама жизнь так устроена, что когда мы живем, живем, то вместе с проживанием дней, месяцев, лет у нас формируются какие-то определенные шаблоны. Формируются в жизни какие-то стереотипы, в том числе о нашей вере формируются. И мы живем с этими шаблонами. Я помню, когда в детстве, сейчас, конечно, когда разговариваешь с детьми и говоришь, что мы там ждали мультиков, могли целую неделю ждать, когда там будет в определенный день, в определенное время. Вот. Им, конечно, смешно. Они сейчас имеют всю фильмотеку и мультиотеку Советского Союза. В любой момент любой мультфильм могут смотреть. У нас так не было. И у нас дома были диафильмы, когда, помните, вешалась простыня, брался фильмоскоп, заряжалась такая пленка, которую нужно где-то было покупать. Вот мы смотрели, один, наверное, из моих самых любимых диафильмов, которые я, не знаю, сколько раз в детстве смотрел, это был диафильм по японской сказке «Глупый йотара», где история была очень простая, ну, прямо по притчам, как притча Соломона, что глупый сын наказания для своей матери. Вот, в принципе, иллюстрация этого короткого библейского стиха и есть сказка «Глупом йотаре», причем я потом узнал, что, оказывается, подобные сказки есть в разных народах, там немножко отличаются вариации, но сказка о том, что однажды мать сказала своему сыну йотара, она говорит, «Я уйду, а ты следи за рыбой на тарелке, чтобы все нормально было». Вот он сел рядом с тарелкой и следил, тут кошка подползла, он смотрит, кошка попыталась рыбу взять, он ничего не делает, смотрит, кошка забрала рыбу, съела, он смотрит, рыба нет, побежал гулять. Мать возвращается и говорит, «Йотара, а ты что ж гуляешь, а что тебе велела за рыбой смотреть?» А он, «Мам, незачем больше смотреть?» Она говорит, «Почему?» Она говорит, «Так кошка уже рыбу съела, смотреть не на что, я и гуляю». Она говорит, «Глупый, глупый ты, Йотара, нужно было прогнать, прогнать кошку и тогда, кстати, брысь тогда, вот, все нормально было». Он говорит, «О, в следующий раз буду умней». Я потом пошел Йотара куда-то на огород и увидел, что там на капусте гусеницы. Он стал бегать и кричать, «Брысь, брысь, брысь». А гусеницы так ели и ели эту капусту, салат. Вечером приходит мама и говорит, «Слушай, а что ж там в садике гусеницы везде?» Йотара говорит, «Да я кричал им, брысь, брысь». А ничего не помогло. Говорит, «Да ты глупый, Йотара, нужно было просто убить этих гусениц». Тогда капуста была бы целая, а Йотара сказал, «О, точно, в следующий раз буду умней». Потом приехали борцы в их деревню и он побежал смотреть, но людей было так много, что он видел только лысину дедушки перед собой и на эту лысину села муха. Недолго думая, Йотара достала свой веер и убил эту муху на голове старика. Тот повернулся и побил его. Йотара опять пришел в слезах. Мама говорит, «Что случилось, Йотара?» он говорит, «Мам, как ты мне велела, я убил эту муху». Вместо благодарности побили, на что мама сказала, глупый-глупый, Йотара. Нужно было просто помахать. Она сама улетела, «О, сказал Йотара, в следующий раз буду умней». И потом раз, он шел как-то по деревне и смотрит, там пожар, дом горит. А у японцев такие там деревянно-бумажные дома, горит дом. И одна искра перелетела в соседний дом. Никто не увидел, а Йотара увидел, он достал свой веер и стал махать. Люди выбежали из дома, увидели, как Йотара разжигает огонь, вообще избили его. Опять в слезах пришел Йотара домой, мать сказала, «Что случилось на этот раз?» Он говорит, «Мам, как ты меня говорила, я махал, а меня за это опять побили». Она говорит, «Ну ты что, что ты делаешь-то? Это же огонь, нужно было залить водой, он бы и погас». «О, сказал Йотара, в следующий раз буду умней». Шел он опять по деревне, и там была кузница, и кузнец работал. Увидал Йотара огонь, набрал ведро, прибежал и стал заливать. Мощный кузнец опять побил Йотара. Снова в слезах пришел Йотара домой, мама сказала, «А в этот раз что?» «Мам, как ты мне сказал, я заливал водой». Но кузнец побил меня. Она говорит, «Ты разве не понимаешь, огонь нужен кузнецу для того, чтобы работать? Он там железок уют. Нужно было просто помогать ему, тоже бить». «Да», сказал Йотара, «В следующий раз буду умнее». И тут он шел опять по деревне, а там парни дрались. Он говорит, «Все, надо тут и всех, они друтся друг с другом, надо помочь». Сначала помог одному, стал бить одного, потом стал бить другого. дручуны. Дручуны перестали сражаться, посмотрели на Йотара и избили его. Опять пришел он домой в слезах. Мама говорит, «А в этот раз что?» Он говорит, «Мам, как ты мне сказала, я помог сначала одному, потом другому. Но они избили меня оба». Мама сказала, «Глупый-глупый, Йотар, ну что ж ты сделал? Нужно было не драться вместе с ними, а разнимать их». А, сказал Йотара. Долго не выходил он на улицу, так как боялся попасть в приключения, но потом, когда рано зажили, он все-таки пошел и увидел, как собаки грызутся. И тогда Йотара стал их разнимать. Собаки покусали Йотара. Пришел Йотар опять в слезах домой. Я вот запомнил последний кадр этого диафильма. Посмотрела мама на Йотара и ничего не сказала. Дурака учить, только время терять. Вы знаете, такая вроде веселая сказка, но в этом можно так легко свою жизнь увидеть, а? Как говорит Новый Завет, люди, постоянно учащиеся, но никогда не могущие дойти до познания истины. Потому что драгоценные, с одной стороны, Бог нам дал свое слово. И слава Богу за его слово. Но с другой стороны, смотришь, как много верующих со словом дерутся друг с другом, ругаются друг с другом, спорят друг с другом, этим духовным мечом срубают друг другу головы. Потому что помимо слова Божьего у нас еще есть Дух Святой. И мне очень нравится высказывание святого Силуана, который однажды сказал такую вещь, написанное Святым Духом, может быть только прочитанное Святым Духом. Если мы думаем, что нам Библии достаточно, мы будем как глупые Йопера брать места из Библии и применять их, эти вместо Библии, вместо того, чтобы исцелять, часто калечат друг друга. Сколько христиан искалечены ни от дьявола, ни от бесов, ни от демонов. Друг от друга искалечены. Потому что применяем места как глупые Йопера. Не к месту. А вот там это работало, значит и здесь будет работать. А тут это совершенно не работает. В принципе, знаете, вот на этом же построена вся система розыгрыша. Что такое розыгрыш? Это заставить человека вести себя в неподходящей ситуации. То есть, возможно, вот, например, если ты, там, например, пришел на пляж, снял с себя всю одежду, говорю, в плавочках такое, расхаживаешь, нормально. А если ты где-нибудь зайдешь там на какой-нибудь там новогодний бал, снимешь себя в плавочках и будешь расхаживать, это будет чудаковато выглядеть, да? То есть розыгрыш, когда человек вроде бы нормально ведет, но в неподходящей ситуации ведет себя. И очень часто мы вот довольно так комически выглядим. Церковь, к сожалению, тоже порой выглядит довольно комически. Мы что-то вроде как бы делаем. И когда говоришь, зачем ты это делаешь? Люди ссылаются, а вон там так делали, вон там. Да там и там так делали, ну, слава Богу. Но время-то прошло, почему ты уверен, что сегодня надо так делать? А как же, а как же? Сегодня нам необходим драгоценный Дух Святой, все вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Дух Святой помогает нам увидеть, какое место Писания, к месту, скажем так, место к месту. Какой стих из Библии подходит сейчас? Потому что ведь в Библии есть огромное количество стихов. И одна и та же ситуация порой в свете Библии может быть рассмотрена с разных точек зрения. Откуда ты знаешь, что сегодня происходит, что Бог для тебя сегодня приготовил? Только благодаря Духу Святому. Почему нам необходимо наполняться им? Почему нам необходимо двигаться в Духе Святом? Он нам и Библию раскрывает. Я порой слушаю, что там проповедуют разные проповедники, думаю, Господи, и вроде, значит, все правильно, все по Библии. Вот такое чувство, все по Библии, но не к месту, что ли. Не туда. Поэтому нам необходимо, и этот Дух Святой, и движение в Духе Святом соединяет нас, потому что если мы своим плотским разумом начинаем там читать Библию, вроде бы святая книга, Божье Слово, да, конечно, Божье Слово, но почему драгоценные, я в последнее время, да, так большой акцент ставлю на Духа Святого, на молитвенную жизнь? Почему? Мы много говорили, у нас библейские школы, библейские курсы были по изучению Библии, да потому что я увидел, что только изучение Библии недостаточно. Это важно, я не отрицаю этого, но этого недостаточно. Необходимо иметь сильную духовную жизнь, молитвенную жизнь, иначе ты с этой Библией будешь как глупый йотар с советами своей матери. Что-то делать, вроде бы все, как бы по слову, но все как-то странно заканчивается в нашей жизни. Поэтому драгоценный, важно быть свободным от этих шаблонов и быть открытым. когда я начинаю свою молитвенную жизнь, вы знаете, я не как раньше, раньше, когда я начинал молиться, у меня был молитвенный план. И в этом молитвенном плане у меня вот все было надо делать так, вот так, потом поблагодарил, попросил, поблагодарил, два раза попросил, три раза поблагодарил. Их книжек очень много. Как этому молиться? Там по молитве отче наш молиться, по еще какой-нибудь молитве молиться. И вот так, вот так вот. Люди много делают планов. Эти планы хороши вначале, но потом ты должен от них освободиться. Наступает момент, когда ты приходишь в молитве, не знающим ничего. Вот именно как чистый лис. Неслучайно апостол Павел называл нас письмо Христово, чтобы он начинал на нас писать. Чтобы он начинал вкладывать. Когда ты приходишь, о чем ты будешь молиться? Не знаю. Как ты будешь молиться? Не знаю. Я просто прихожу в его присутствие, открытый для всего, что он хочет делать. И когда ты приходишь в таком состоянии, ты вдруг начинаешь чувствовать, что Бог говорит в твое сердце. Здесь и сейчас. Он начинает действовать. Он начинает говорить. Вот посмотрите, еще одно место из Нового Завета. Это Деяние, 17 глава. Можно начать прямо с первого стиха. Во времена Александра... Нет, первый стих начнем. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания. «Открыт, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но, пятый стих, обратите внимание, «Не уверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою, возмущали город и приступали к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и вере проповедано Павлом, Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Вот посмотрите, два города, Фессалоники и Верия. Сначала Павел пришел в Фессалоники, начал там проповедовать. И смотрите, люди уверовали, написано, уверовали, но потом неверующие стали возмущать народ, кричали там, что это всесветные возмутители, пришли сюда там, что они проповедуют ересь там, требовали, чтобы их вывели там к народу и прочее, 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 прочее. И в конце концов, весь написано город пришел в смущение. То есть даже те, кто веровали вначале, то есть началось возмущение, и таким образом жизнь Павла, его спутников была в опасности. И они тайно ушли из Фессалоники, пришли в Верию. И вот очень нравится мне это вот предложение. «Здешние были благомысленнее фессалоникских». Были благомысленнее. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? То есть всегда есть те, кто, знаешь, пытается ввести смуту. В этом мире огромное количество тех, кто пытается влиять, пытается навязывать тебе свои мысли, свои какие-то шаблоны, свои всевозможные стереотипы. И опасность в том, что часто эти стереотипы, эти порой религиозные шаблоны лишают нас следования за Христом. То есть мы часто, может, думаем, что мы и следуем за Христом, но на самом деле мы не Христа переживаем и не им наполняемся, а мы слышим вот манипуляцию и попадаем под манипуляцию. Почему я говорю, что очень будьте аккуратны, осторожны с тем, что вы видите, с тем, что вы слышите, с тем, что происходит. Я неоднократно наблюдал, что люди, которые перестают смотреть современное телевидение, любое телевидение, они как-то спокойнее становятся, потому что современное телевидение, оно чувствует, что, знаешь, взбудоражит тебя, сам куча всяких стереотипов, всевозможное лингвистическое программирование, о котором так много говорят, оно же прежде всего через телевидение принимается. И люди начинают, смотришь, умные люди, вроде хорошие люди, у них, словно, мозги промытые, вот они тут-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Возмущение. Люди, словно, разум теряют, попадая под это влияние. Мы часто не понимаем одной вещи, очень важной вещи, очень важной вещи. Вот та опасность, которая сегодня у нас есть, и которой, ну, не в такой степени были подвержены наши предки. Знаете, какая? В течение предыдущего, 20 века, огромные исследования, изучения были в сфере психологии, изучения человеческого разума. И получилось так, что были открыты многие вещи, многие законы, многие принципы, многие цепочки, как действует наш разум, как работает психология человека. И большинство людей, живущих, мы даже с вами не в курсе этого, но специалисты знают. И сегодня, зная эти вещи, легко воздействовать. Есть много разных принципов разных. Например, чтобы отвести внимание от какого-то плохого события, нужно кучу дать информации о всяких странных событиях, чтобы ты не думал, чтобы как бы потопить важное в неважном. А как это сделать? А чтобы неважное орало. И сегодня это неважное орет со всех телеэкранов сегодня. Орет и орет, и орет. И говорит, и люди теряют свой разум, становятся часто агрессивными, подверженными самыми глупыми вещами, зазомбированными становятся. Скажешь, как так? А раньше? Да раньше не было таких исследований. Сегодня это на высшем уровне. Просто. Как воздействовать на людей, на народ, на массы, манипулировать их сознанием? И когда я говорю, перестаньте смотреть телевидение, перестаньте сети вещи, освободите ваш разум от манипуляции, многие вещи откроются. Зачем мы сами отдаем свой разум этим всевозможным манипуляторам? Сегодня всякие скандалы, какие-то постоянно. И само телевидение наполнено нервозностью, чтобы отвлечь твое внимание от важных вещей, от главных вещей. Приковать к каким-то второстепенным вещам, которые, по сути, нам с вами не нужны. Там всякие какие-то разводы звезд, там какие-то любовные интриги всевозможных, там актеров, актрис всевозможных. Зачем нам об этом всем знать? Я понимаю, почему они ходят на эти телешоу всевозможные, почему они ходят на эти передачи. Им за это деньги немалые платят. И часто актеры, особенно старые актеры, уже мало востребованные, но нуждающиеся в деньгах они ходят. Это целые спектакли, целая игра. Мы живем этим обманом. И в итоге мы не задумываемся о важных вещах, мы не задумываемся о главных вещах. Я понимаю, что насмотревшись кучи всяких вот этих телешоу, ток-шоу, где там все орут, кричат, спорят друг с другом, дерутся друг с другом, ты приходишь на собрание и слышишь, как пастор говорит, будем думать о Господе. Будем думать о Гос... Да как думать о Господе, когда у тебя в голове все эти звезды с их разводами, сводами всевозможными, там эта информация вся лишняя, просто кипит там у тебя все. И ты садишься, у нас сегодня в церкви молитва тишины, ты садишься в эту молитву тишины, у тебя там разводы, своды, всевозможные. Сидел целый час, боролся со этими разными мыслями, ничего не понял, что-то не работает, пастор. Не работает только у тебя в голове. Потому что ты забит этими всякими странными вещами ненужной, пустой информацией всевозможной. Ты отдал эту голову... Главное, потерялось в твоей жизни. Это происходит и в общественной жизни, и в религиозной жизни происходит. Когда вот... Часто авторитет берут те, кто вообще не должен брать. Вот мы сегодня с вами на молодежном об этом поговорим. Очень интересную вещь вам покажу и расскажу. Очень интересно. Раскопал я информацию. Вот мы с вами об этом поговорим. Поэтому драгоценные, вот приходя пред Господом, часто важно быть вот именно таким открытым перед Богом. Не случайно... Помните, у меня в свое время была проповедь блаженно нищий духом, как выдох, выдохнувшим, опустошенным. Только так Бог тебя сможет снова наполнить. А мы приходим, забитые до отказа своей информацией, своими знаниями, своими мыслями, своими проблемами, своими вопросами, своими шаблонами, своими стереотипами. Важно открыться пред Богом, пред Духом Святым. Открыться. Бог, я хочу видеть Тебя сегодня. Слава Богу, кто-то что-то делал раньше, старые времена, но я хочу видеть Тебя сегодня. Мы с Ним не можем встретиться в прошлом. Мы с Ним не можем встретиться в будущем. Мы с Ним можем встретиться только здесь и сейчас. В этом настоящем встретиться. И для этого нам на самом деле необходимо двигаться вперед, не оставаться в прошлом. Освободиться от шаблонов вчерашних. Прошлое, оно полезно, когда ты извлекаешь из него уроки и идешь дальше. Оно очень полезно, но оно очень вредно, если ты остаешься жить этим прошлым. Ностальгия – это очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Поэтому я и говорю, слова апостола Павла знаменитые, забывая заднее, простираясь вперед, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Слава Богу за все, что Господь делал в прошлом. Слава Богу за все эти вещи. Но мы там не остаемся. Мы живем здесь. Мы хотим Бога переживать здесь и сейчас. В наше время. И тот же самый Иисус Христос. Он сегодня там, не в Вефезде где-то. Некоторые христиане думают, надо в Израиль поехать там с Богом встретиться. где-нибудь у стены плача. Поплакать, и тут же он. Это интересно съездить в Израиль с точки зрения истории. Но поклоняться Богу, как это кому-то не покажется странным, можно на всяком месте. Даже в городе Екатеринбург. Даже здесь. Он здесь находится. Нам не нужно уезжать там куда-то в особые места. Потому что Иисус сказал и не на Горесии, и не в Иерусалиме, а на всяком месте. И вот эти шутки, знаете, что у христиан, что у нас тут к Богу звонок междугородный, а там в Израиле местный. Это шутки. Это, конечно, любят иудействующие христиане шутить так. Но это шутки. Потому что местный звонок это там, где сердце посвящено Иисусу Христу. Там, где сердце открыто перед Иисусом Христом. Сегодня и здесь. Давайте сейчас закроем свои глаза. склоним головы. Аллилуйя. всемогущий Господь, я благодарю Тебя за уроки, которые нам преподнесли эти утята. Утята, которые продолжают купаться в несуществующей воде. Боже, пускай эти маленькие научат нас большим уроком. Преподадут нам большие уроки во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, мой Бог, чтобы мы не жили в этих стереотипах, не купались в несуществующей воде, не жили во вчерашних мифах и легендах, но извлекая уроки из прошлого, Боже, мы радовались настоящему, ибо вот время благоприятное, вот время спасения. Теперь, сейчас, мы твои дети, Боже, ты излил в наши сердца Духа Святого. Я молю, мой Бог, чтобы твой Дух наполнял нас, твой Дух наполнял наше сердце, оживлял нас. Мы хотим настоящего, реального, мы хотим не мифическую воду, но реальную воду Божью, реальное освежение, реальные духовные переживания, реальное, Боже, слияние с Тобой. Благослови, Господь, благослови, мой Бог, каждого верующего. Спасибо Тебе, Боже, за Слово, и спасибо Тебе за Дух Святой, который излился в сердца наши, который наполнил нас, крестил нас. Я молю, мой Бог, Бог, чтобы мы регулярно, как первые христиане, исполнялись Духом Святым, чтобы мы бодрствовали, были внимательны к тому, что скажет Он во мне, куда поведет, куда направит. Я молю, мой Бог, чтобы мы были внимательны, как люди в вере, которые отличались от фессалоникских, которые думали, размышляли, которые были открыты для новых вещей, которым проповедовал апостол Павел, сверяя с писаниями Ветхого Завета, которые не отвергали новое, только потому, что это новое, которые размышляли о неизведанных путях, потому, что знали, что Бог может повести этими новыми путями нас. Благослови, благослови нас, Господь. Я молю, мой Бог, сейчас за моих братьев и сестер, особенно за тех, кто сейчас в непростой ситуации, возможно, кому-то предстоит важное решение, важный выбор в своей жизни. Спасибо, Господь, за слово, спасибо за советы братьев и сестер, но я молю, чтобы прежде всего они были открыты для Духа Святого и внутри себя были внимательны. Куда поведешь? Чувствовали эти внутренние импульсы, когда ты направляешь нас? Были открыты. Ты, Господь, творящий все новое. Так важно, чтобы мы не отвергали это новое, но были открыты для нового. Не принимали его только потому, что оно новое, но внутри себя размышляли, были внимательны, чтобы не пропустить, чтобы среди многих-многих громких голосов вокруг нас мы могли различить голос Святого Духа, который говорит к нам, который ведет нас, направляет нас, руководить нами. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя, Иисус! Дай нам мудрости получить от этих утят важный урок. Аллилуйя! О, Роман Декей! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Я молю, мой Бог, за каждого верующего церкви. Благослови каждого. Дух Святой, благослови, Иисус! Аллилуйя! Благослови нас в наших путях, в нашем хождении. Благослови, Дух Святой! Субтитры подогнал «Симон»